Всем доброе-доброе утречко, с вами Аннушка. Мои дети сегодня в садике, я даже не ожидала. Понедельник, я записана в МФЦ и совсем об этом забыла, поэтому быстренько заскакиваю в теремок, покупаю блинчик и бегу-бегу на 9.30 со своим талончиком по записи. Вот такой у меня будет интересный день. А потом я их заберу, и мы поедем все-таки отдыхать обязательно. Девчонки, блинчик божественный, чай с мятой без лимона вообще божественный. Короче говоря, бегу я оформлять пособие на Викусю от 3 до 7 лет. На Данечку ответа так и не поступало, одобрили или не одобрили, это все наугад. Держите за нас кулачки, мне очень нужно это пособие. Сегодня, короче, я просыпаюсь, и мой ревматоидный артрит мне говорит. Короче, давай завязывай со своей бронхоэктотической болезнью, температурой, обострениями, иначе я просто тебя скручу, сверчу и выкину. По воду, то что я не пью метатриксат уже 3 недели, 3 пропуска у меня, как-то это не очень хорошо, мягко говоря. Короче, сегодня я не могла встать. Помимо мелких суставов стали, какое бы слово помягче, доставлять неудобства, доставлять неудобства крупные суставы. Короче, стоять не могла с утра, помимо того, что руками не могла. Сквозь аркоксию. Вообще, аркоксию заменила на кастарокс, не знаю, кто-нибудь слышал, есть разница, нет? Вроде одно и то же действующее вещество, действующее вещество, ну вот не знаю. Короче, надо начинать опять этот метатриксат пить, а так не хочется, все-таки от него чувствуется побочка. А сейчас 3 недели как человек прожила, только состояние хуже по болезни. Вот такие дела. Немножко хотела про гостей. Так интересно, что у нас было 2 няни сразу. няня в гостях, у нас были 2 няни, не то, что мы их наняли сейчас. Одна няня, которая нянчила Данечку, когда ему было 8 месяцев, и где-то до полутора лет приблизительно, или до двух, может быть, даже. Когда еще в Викусии я не была беременна. А вторая нянечка как раз потом, когда Данечка уже пошел в детский садик, после двух с половиной где-то лет. Так интересно, что у нас 2 няни. Я даже об этом не думала уже, когда стали гостей всех знакомить. Вот так вот оказалось. Так что у нас такой чисто детский получился день рождения. Мне кажется, что взрослым не понравилось. Смотрите, у меня там никого нет. Нет ушей и глаз. Мне кажется, взрослым не понравилось, что на полу сидеть. Ну, мужчинам точно не понравилось. Но это же детский день рождения. Если бы мы поставили стол, во-первых, там бы ничего не поместилось. А во-вторых, им бы было не достать. Вике было бы не видно, что на столе лежит. А стульев бы не было. Пенечки исчезли наши. В общем, то, что я вначале расстраивалась, потом это все перешло в плюс. То есть я расстроилась с утра, что нет стола. А получилось очень по-детскому, что мы сидели на полу. Меня устраивает сидеть на полу. Не знаю, как остальных. Вроде бы женщина ничего. Ну, короче, я чувствовала какое-то недовольство, потому что один мужчина из папочек сидел на своей личной табуреточке и до стола ему неудобно было доставать. А другой папочка вовсе не сел, он стоял. Ну, вот так вот. Не угодишь всем сразу. Была идея, значит, у нашей няни и детский, и взрослый стол. Но это уже чересчур так вкладываться просто энергетически, обдумывать там. И так все на природе летит. Детей надо как-то развлекать, занимать. И два стола нам было просто никак не организовать, чтобы все было красиво, равномерно. Примерно, ну, просто надо было бы больше времени. Вот. Так что вот так вот. У нас были две няни. И мы так прямо впали в какие-то воспоминания. Ну, хоть, может, немного оговорили, потому что вечно все бегали, играли. Но мысленно точно побывали в прошлом, когда Данечка был маленький, когда мы нянчили. Вот совсем другая жизнь была, когда один маленький ребенок. Сегодня утром, когда мы вышли перед садиком, у нас был такой сильный холодный ветер. Что я схватила ветровки в багажнике и подумала, что о, холод, холод. Но через пять минут мы доехали до садика, вышли. Понятно было, что никакого холода. Но 28 с сильным ветром, вот. А прям показалось, что ой, все, жара прошла. Нет, еще вроде бы как она такая пойдет на спад, но еще недельку у нас будет лето. 28 и в конце недельки 25. Как там у кого? Пишите, какая жара, как спасаетесь. Я уже подпривыкаю немножечко. Что-нибудь видно, не видно на солнышке. В общем, пытаюсь вам показать, что сейчас 9, 26, 27, 28 градусов. Девчонки подала я на пособие. Это, значит, детская карточка 1000 рублей в месяц от 3 до 7 лет. Теперь у меня 2 ребенка от 3 до 7 лет. И пособия у них должны быть одинаковые. Если все это получится, потому что об алиментах никаких подтверждений нет. Все по устной договоренности, сопроводительным письмом разъясняющим. Не знаю, одобрят, не одобрят. Короче, если не одобрят, вдруг у вас у кого-то такая же ситуация. От 3 до 7 лет повышенное пособие можно получить, если вы подаете абсолютно все свои доходы. Вот, в моем случае мне только что исполнилось 3 года. В общем, веку исполнилось 3 года только что. И я еще как бы не устроена на работу. Но если через год я буду подавать, то уже за меня нужны какие-то справки о доходах или устраиваться. Или вот сейчас девочка сказала, что даже можно написать устно о своих доходах репетитора. Но я не уверена, что она очень компетентна. В общем, все-все доходы надо принести, все сосчитают. Вот, а у нас вот видите с доходами так, что наш папа про себя не может никаких доходов подтвердить. У него теперь закрыто, как выяснилось, полгода назад. Поэтому никаких доходов от него нет. И вот устно прокатит, не прокатит, реально не знаю. От чего это зависит. Держите все кулачки, пожалуйста. Вот, а очень не скоро решение. Решение аж в конце июля, 29 июля что ли. И то, что я подавала 2 недели назад на Данечку, точно на такие же пособия, 1000 рублей на детскую карту. И 5500 для малоимущих тоже от 3 до 7. Тоже ответов нету, все те же документы, тот же полный комплект. Сейчас было уже легко, я уже начала разбираться. Так что пособия для малоимущих от 3 до 7 требуют предоставления всех доходов всех членов семьи. А старшего после 20, вроде 3 лет, не включают в состав семьи. Ну вот, таким образом. Освободилась я немножко раньше, чем планировала. Сейчас еще 10.30, съезжу домой. Надо что-то прибрать или съесть. Я не знаю, что надо домашнее сделать. Мы как бомжи живем. Нам очень хорошо на озере. Если бы была палатка, может мы бы там спали. А может и не спали бы, потому что все-таки хочется в душик после всех этих гуляний. Так что еду домой. Чуть-чуть понаслаждаюсь тишиной. Вот что я буду делать. Но у меня есть соседи. Не знаю, как получится, не получится. Я тут зашла в народную. Купила по заказу всяких контейнеров. Сейчас куплю, покажу вам чек. Они подходят для СВЧ. Выбор огромный этих контейнеров. Любого размера, цвета, формы. Можно учить свойства предметов дошкольникам. Если вы понимаете, что я имею в виду. Так, ковшичек металлический 300 рублей. Кастрюлька около 500 или 600. Сейчас скажу. Дыня торпеда 50 за килограмм. Вы вот в эту. Девчонки, я по традиции купила дыню. 4 килограмма, 213 рублей. Это дешево для Санкт-Петербурга. Я купила совершенно бесплатные помидоры. Вот эту упаковку себе. Кило 500 на 34 рубля. По 29 рублей. Ну, по 30 рублей за килограмм, считайте. В рамках этих цен мы можем выжать. Единственное, что дико тяжело там. Да, на кассе начался какой-то переполох. Там все шли без очереди. Сотрудники у них какой-то перерыв начался. И я не взяла ни один чек. Отдельно пробила. Вот, Вика, тебе пробила. Значит, это контейнер с хорошей такой штукой. Закрывашка. Да? Вот, крепко. Чтобы дети не открывали. Так, дальше купила после этого. Вот, вот. Я щелчка не услышала, уже запереживала. Смотрите. Вот, крепко. Дальше купила тоже тот же заказ. Контейнеры. Они для СВЧ подходят. Чудесные совершенно. Мне понравились гуси, короче. Гуси. 300 с чем-то рублей за ковшечек. Так. Кстати, он без крышки. И кастрюля с крышкой. Огромная, красивая, на 5 литров. А еще милейшие тарелочки. Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь? Я показываю вам тарелочки. Вот. Деревенский такой вариант. Очень хорошенький. Ну, вот. Подруга будет счастлива. Ее муж меня убьет за отягощение его быта. Я уверена. Все, побежала. А, вот себе купила еще филешку. 259 за килограмм. Здесь полкило, 132 рубля. Это сейчас закинули на сковородку или в морозилку, как получится. В общем-то, у меня максимум возможных дел сделано, пока дети в садике. Сейчас времени почти 12. Я успеваю зайти покушать. Господи, как ужасно в народном. Вы не представляете. Там какой-то трэш. Одна касса с банковскими картами. Все остальные кассы только наличка. И сегодня утро понедельника. И в каждую кассу, где наличка, не 2-3 человека, а 5-10 человек. И у всех такие телеги, как будто реально решили в понедельник закупиться. Может, они пережидали выходные, не знаю. Это ужас в народном. Ужас. Но ради дешевых помидор и дыни я туда иду. Спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мой второй завтрак. Вперемешку. Вчера приготовила фарш с кабачком, картошкой. А еще осталась гречка. Вот все это кушаю. Может, и бутербродик. Но, по-моему, многовато для меня. Тишина такая в квартире. Вот, смотрите, наша кухня. Это я сейчас выкину. Это я сейчас заберу с собой еду. Там жарятся блинчики у меня с собой. Сделаю термос. Тут вот еще есть место, где ставят посуду. Ну, в общем, места нет никакого. Посмотрите, здесь нельзя готовить микроволновка, чайник. Там посудомойка. Совсем мало места. Вот это личная тумбочка одной соседки. Остается только вот этот обеденный стол, чтобы готовить на нем. Печалька. Уже скучаю по парнасу. Короче, сейчас я буду с вами пить метатриксат. Мне так смелее, храбрее. Четыре таблетки по 0,25. И после этого я три дня буду пить фолиевую кислоту. А можно было бы пить один день фолиевую кислоту, которая обезвреживает этот метатриксат, потому что он токсичен. Но фолиевой кислоты нужной дозировки нету. А та, которая есть, ее надо пить целых три дня. Ну вот. Пью. Теперь тискованность в руках будет меньше постепенно. В чем проблема? Вот эти пальцы уже не сгибаются дальше. Вот. Они не работают. Вот эти сгибаются. Вот эти? Нет. Они прямые. Ну, это так незаметно. Все будет хорошо. Держим кулачки. Я вышла, наконец-то. Опаздываю на пять минут в садик. До тихого часа я должна забрать. Но я всех предупредила, не положат спать они. Просто у ясилек раньше тихий час начинается. Где-то на пятнадцать минут. А у средней группы попозже. Тащу. А, тащу, блин. Тащилась с мусором. Привыкла, что Данечка выносит мусор. Слушайте, короче, у меня такое состояние, как будто по мне танками просто покатались после всех этих дней рождения. День рождения-то несложно. А вот его организовать, все запомнить, просто голова пухнет. Ну, мы почти что все запомнили. Я. Все сделали. Только я потеряла там в конце телефон. Потом его нашли. И то не я нашла. Забыли надеть колпачки. Надеть колпачки забыли. Ну, не страшно. Кто-то один вроде бы надел. Они стояли на столе, как элемент праздника. Что-то третье. И чай я искала весь день. А так, в принципе, получилось же, что мы два дня рождения отметили. Викин в домашнем кругу, в кафешке. И Викин с гостями. Вроде бы как все удалось. У меня вот реально сегодня ощущение. Детей нету. И начинаешь себя ощущать как-то. Когда дети есть, то себя вообще не чувствуешь. А последние две недели они без садика. Поэтому вообще ничего не соображала. Только за ними смотрю. Бегают, дерутся. Вот. Это наш дворик. Что еще хочу рассказать вам. Ну, те, кто меня смотрит там ради каких-то эпизодов, не будут смотреть. Потому что тут стена скучная. Вот. А моим постоянным скажу, что папа убеждает меня, что ничего он не принимает. Вот. Ну, курение не считается. Чего-либо. Больше он ничего не принимает и не принимал. И все это его состояние, это просто его нервная система. Ну, тогда, мне кажется, еще большая печалька. Потому что это, конечно, кошмар, такая нервная система. Очень он взвинченный прямо. Вот эта работа. Он работает прорабом. То есть ты между заказчиками и... Чувствуете? Да, я уже его оправдываю. Между заказчиками и рабочими. Ну, как по типу руководитель среднего звена. Тебя давят сверху заказчики и давят тебя снизу. Плати-плати рабочим. И вот это вызывает, конечно, ужасный невроз натуральный прямо. И несколько объектов. Поэтому говорит, что ничего такого он нехорошего, противозаконного не делал. Все это я придумала. Но это не только я придумала. Мне это и в травме подсказали, и потом в полиции. Такую версию. И я прямо-таки поверила, что... Вернее вопрос. ...что он что-то принимает. Но вот, оказывается, ничего не принимает. И даже сильно обижается на меня за то, что я так думаю. Ну, окей, тогда что лечить? Непонятно. Нервы, что ли, лечить? В общем, очень папа у нас взвинченный. Вчера он даже не смог читать книжку. Он раньше очень часто читал с детьми книжку. Потому что это единственное, что он мог. Когда он оказывался дома от усталости, он мог только читать книжку, лежать. А вчера на пляже он этого не смог. То есть его вывели из себя. Там название персонажей. Это мы читали Михалкова. Михалков называется. Я забыла. Праздник непослушания. В общем, не смог. Прямо швырнул книжку. Выписался. Ничего не сказал. Ну, просто вышвырнул ее. Начал чуть-чуть почитал. Но там дети не слушали. Ползали. Там какие-то отвлекающие моменты. На природе что-то там. Вика нажимала кнопку на кукле. Даня хотел что-то взять. Типа этот лед вроде бы из. Это в общем плохо они себя вели. Но не очень-очень плохо. Можно было продолжить читать. Они бы слушали. Вот. Короче, вот не смог. Не справился. То есть нервы что-то вообще ни к черту. Но я нахожу, что наше раздельное проживание очень-очень нам на пользу. Сказал мне папа, что он снимает комнату. Так. Ага. Открылся шлагбаум. Не хотел открываться. Он снимает комнату. Мы снимаем комнату. Это, конечно, не дело. У нас есть свое жилье. По деньгам это не дело. Но для нас это получается сейчас просто оптимально. Потому что папа за две недели с детьми гулял пять раз. Ну, гулял, виделся вот дома пять раз за две недели. За полгода он пять раз не гулял с ними. Вот с января месяца. Не было такого. Он вообще с нами никогда не гуляет. Единственное, что дети его видели по утрам, когда он веса в садик. Вот. Но чтобы вот прям он приехал и два часа гулял. Нет, такого нет. Видимо, срабатывает какое-то вот ощущение, что они далеко. Хотя они не дальше, чем обычно. Все его объекты на месте. Там же. И все... Мы живем также на севере города, около садика. И раньше на севере города живем. То есть мы не стали с ним днем дальше, чем были. Он как был в разъездах, так и был. Но после нашего развода он, видимо, думает, что мы далеко. И с нами нужно видеться. То есть у него вот это вот сработало, что он должен видеться с детьми. А пока мы жили вместе, почему-то вот этого ощущения у него не было, что надо погулять с ними. Потребностей не было. То есть он... Я сейчас его не прошу гулять. Он сам приезжает. Спрашивает, где вы и приезжает. С фруктами. Вчера вот пять мороженых привез, специальный холодильник привез. Прям он молодец, старается. А раньше, ну, видимо, было ощущение, что вот тут рядом дети. И куда они денутся? Отвезет их и прям в садик, и все. Ну, это опять же мои такие рассуждения. Ну, вот мне так вот чудится, что у него появилась потребность их видеть. Как будто бы они далеко от него. Как будто бы мы разделились. Вот. Хотя физически немного изменилось. Все на пользу. У него свой быт. У нас свой быт. Мой быт, правда, мне не нравится. Я уже хочу снова менять место жительства. Сейчас вот никого не было в коммуналке. Хорошо. А так, конечно, знаете, не люди даже напрягают. А напрягают, что, например, раковину надо подождать. Ты хочешь сполоснуть руку, а там кто-то моет посуду. Вот такие моменты, короче. А я не люблю вообще ждать. Вы же знаете, мне надо быстро. Мне переехать быстро. Все мне надо быстро. И поэтому, если я что-то делаю, мне руку не сполоснуть. Для меня это, конечно, проблема, на самом деле. А иногда бывает два туалета заняты, когда мы хотим именно помыться после озера. Вот эти моменты напрягают. Но близость к садику для меня очень-очень важна. Если вожу я, то все-таки здесь мы должны у садика находиться. Вот. Ну вот я с вами поделилась. Тишина. Тихий час уже с вами поделилась. Пишите, что думаете. Не хочу прям вам показываться. Смотрите на красивую машинку. Мне так не нравится моя прическа. Но из-за жары ничего не сделать. Очень жарко. И когда окна открыты, еще волосы в лицо. Поэтому я с такой прической ужасной. Пишите, что думаете. Мне очень важно ваше мнение. Ваши комментарии. Пишите, что... Как мы дальше будем жить, не могу понять. Ой, как-то сил нету даже открыть дверку. Господи, сейчас поблагодарила физрука или музработника за зарядку. Она идет с кем-то, а та вторая говорит... Представляете, все соседи из вот этих вот домов ругаются, что зарядка громкая. Говорит, что делать? Я говорю, отстреливать. Они так ржали. Мне кажется, это нормальное решение. Идем за Данечкой. Тебе няня... Ой! А, это кто-то отдает, видимо. Можно взять, написали. Надо же. Ну, побежали дальше. Нам не надо. Нам не надо. Ну, хорошо придумали. Хорошая идея. Ух ты! Прям по-настоящему. Нет, тут нету Даниного рисунка. Мы же сейчас не рисовали ничего. Все прогуливали. О, как! Вот это да! Первая младшая. Да, мы ничего не рисовали, потому что мы отдыхали. Можешь здесь бежать? Прямо здесь. Да. А у нас Новый год. Няня пузыри подарила. Хорошо-то как. Вот и заправим фотоаппарат. Это средняя группа. Ты рад? Или ты спать хотел? Я спать не хотел. А я же тебе сказала, что заберу до тихого часа. Что, забыл, что ли? Нет. Куда-куда? Я же говорила, что на озеро пойдем. Забыли? Держитесь, пожалуйста. Теперь мы придем через неделю. Куда пошли, Тау? Куда пошли? Даня, Вика, назад. Ты хочешь Вике показать? Вот он, бассейн у нас тут есть. Будешь постарше, тоже тебя возьмут. Вот это большой бассейн, Викуся. Вот голубое. Вот это бассейн. Нет, нет, вот там. Вот голубое. Большие бортики. Вот это бассейн. Детишки по лесенке идут? Не ходи. Проверить? Да, блин, сейчас нас заругают. Лично мы во что-нибудь вляпаемся. Что нельзя? Держись. Давай ставь ноги, да держись. Сейчас нам тут устроят. Все видишь? Красиво, цветочков сколько много. Это ванна. Это ванна, да. Скорее на ванну. Да, похоже на ванну. Все, пошли. Какие-то мы все нарушители мелкие. Все, и теперь мы придем через неделю в садик. Будем дальше прогуливать. Выходные, Вика, у нас будут. Жесть, сейчас всех разбудят. Вика, тише. Во всем садике тишина. Здесь сидит охранник обычный. А здесь что-то мы забываем иногда. Сюда, 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 сюда. Где-то раньше. Будем мы ловить бабочек? Конечно будем. О, я твой сачок-то не взяла. Он же дома у тебя. Розовый только сачок, ребята. Забыли? Тогда мы его возьмем. Может, одного вам хватит? Нет. Вика, будешь делиться с Данечкой сачком? Да, будет. Будет, будет. Не, я уже домой не хочу. Сейчас час дня. Не-не, возьмешь... Не надо было его в квартиру нести. Я же тебе говорила, в квартире нечего делать. Я хочу взять его. Дань, ты что, я снимаю видео. Я взять его. Ты рыдаешь. Ну, мало ли что. Я тоже многое хочу. Проехали за 30 минут. Короче, у меня так волосы растрепались. Я сейчас зашла в Магнит Косметик, купила себе резиночки. Там не было никакого выбора. Вот две штучки. А другие розовые там. Решила, что лучше такие. И перламутровое какое-то мыло красивое. Посмотрите, здесь пусто. Никого нету. Вот тут где-то три головы лежат, и всё. Та-дам! Мы в раю. Данька там занимается своими делами какими-то важными. А мы тут свекусь и же кушаем. Съели по бутербродик. Очень вкусному. С краюшечкой. И с нарезочкой бекона варёного. А сейчас ещё и захотела Вика блинчик, который я сама пожарила. 38 рублей за три блинчика. По какой-то акции. Яблоко, корица. Супер. И пьём мы тёплый чаёк, в котором у меня осталась мята из теремка. Я теперь прям люблю теремок за то, что у них есть мята. Тут так круто сегодня. Вы не представляете. Ветер, прохлада. Даже хочется выйти на солнышко. Вот тут вообще красота. Сижу, балдею. Что-то меня припекло за 30 минут быстрой езды. Но мы очень быстро ехали. Очень-очень. Друзей пока никаких нету. Тихо и хорошо. Облака красивые. Нравится тебе тут? Вика вообще разделась. Её стала распирать. Люблю, люблю. Да? После воздуха. Ещё после купания её распирает. Так, что хочешь показать, ботинки? Ну, покажи, покажи. Только ты мне так стопы покажешь. Во, вот так покажи, да? Вот такие нам Миленочка подарила, да? Здорово. Меня не ладут. Даня, ты там не замочил трусы-то? Нет. Где ты там? У него там важные дела. Бабушка подарила два корабля. Вот один корабль, да. А там Данин корабль. Супер. Вика! Я хотела сфоткать красивый кораблик, а раз ты его выкинула уже. Молодец, молодец. Умничка. Я полтора часа лежала, ничего не делала. Читала, детей как-то разговорами развлекала, но не вставала. Что-то меня в сон клонит. Дурацкая таблетка. А почему я приняла метатриксат сегодня? Потому что я всё-таки мне отозвался мой ревматолог и сказал, как его принимать. Вот. Дети убежали купаться. Но Вика здесь ходит, она боится далеко уйти. А где там она, видите её, не видите, не знаю. А Даня-то просто ушёл. Он просто одел жилет и ушёл. И наконец-то я сейчас переоденусь и тоже пойду купаться. Спасибо! Мне цветочек принесли. Спасибо большое. Это вообще клевер. Просто он бывает белый, а бывает розовый. Клевер. Клевер. Да. Можешь походить по водичке, но далеко не заходи. Сейчас я наконец-то соберусь. Поправила глубоко. Не надо глубоко, я не разрешала. А я хочу переодеться. Ади, Егора, поищи, скажи, чтобы сюда прийти. Переодеться? Угу. Переодеться. А зачем ты намочил шорты? Ай-яй-яй. Стой! Не шевелись. К нам сегодня приехал автобусик. У него есть номер. Надеюсь, все видно, потому что мне ничего не видно. У меня сел телефон. Ну что, сейчас уже 7 вечера, и мы отправляемся домой. Мы даже немножко замерзли. Ну что, работает? Так, мы вернулись. Дети мои уснули. Очень крепко. Даня засыпал сидя и говорил, что он не хочет спать. Прям вот закрывались глаза. Время на 19.30. Сейчас я их по одному отнесу. Наверное, Вику отнесу, а Даню все-таки растормошу. Вот. И что хотела сказать, что я несколько часов сегодня делала на пляже педикюр. Там у меня новый хвостик. Правда, этого не видно. В общем, я думаю, я их сейчас хорошенько положу. И у меня свободный вечер. Я смогу хоть посидеть, подумать. А то у меня плохо думается. Всех люблю, всех целую. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»